Можно сделать какие-то выгоды для всех, кто получил учеников, которые хотят? То есть есть какие-то скидки в детских лагерях или для активистов? Лагеря для родителей? Нет, я прошу сказать, что в Америке очень сильное волонтерское движение, да? Я считаю, что общественные организации те же волонтеры, если бы не так, это по практике, да? И, естественно, в Америке есть начисление баллов ребят с первшеклассником при выступлении в учебное заведение. У нас это есть? Баллов нет, есть некое портфолио, которое неинтересно вообще. Это вообще ерунда. Но, тем не менее, оно ведь его ориентирует и родители в школе ориентируют вообще. А возможно, у нас не будет вообще. Ну, опять скажем, что каждый мусор определяет самостоятельно. Да. Он политик не это действует. Вот видите, что у нас решение в отношении, это не единственный ингредиент. То есть я вот, на счетах, но система его подхода нет в этом. То есть это все индивидуально. На уровне закона у нас такой практики нет, чтобы у нас была такая мера. Вот я считаю, что задача обладательных общественных организаций выяснить, наверное, это. Зафиксируй, Антон, пожалуйста. О том, чтобы были баллы, кто участвует в общественном движении для вступления в музыку. Ну, а почему это сейчас не может быть? Прямо реакциализм. По определению. У нас количество бюджетных мест каждый год снижается. Но вот и тем более. Кумуляция? Что вы видите? А смысл? Что значит, тем более? Ну, а как мы волонтерщики будем участвовать? Понимаете, первая вещь. Вот мы волонтерщики, мы дополнительно 10 баллов за участие в волонтерском движении или в любой доме коммерческой организации. Но хорошо. Вот те отличники, они, которые учатся, да, то есть они знания и зарабатывают себе эти баллы. И те, которые не учатся, не ходят для репетиторов, они зато получают свое шикарное подфолио и так же получают 10 баллов и ставаются на один ряд с людьми науки. Ну, а почему это отличник? И то, и то, и то. Ну, вот смотрите, вот отличник. В общем, да. В общем, да. Хорошо, давайте перейдем. Я считаю, что это надо продумать, потому что сейчас очень малая очередь для мотивации для ребят. И участие в общественных организациях, участие в спортивных. Кто-то лично интересовывает, кто-то единицы. А массового движения на самом деле нет. В зависимости от молодежи, надо потумать об этом. Не знаю, что у нас есть образование, да. Есть общественные действия, есть культура и так далее. Но это то, что идет вне образование, это то, что идет дополнительный человек. Хочет этим заниматься или не хочет заниматься. И мы систему образования выкладываем. Мы выкладываем. Мы выкладываем эту систему образования именно таким образом, чтобы у нас учились на бюджетных основе лучше и лучше. Именно в качестве образования, а не то, что он там поет, пляшет, танцует и так далее. Ну секундочку. Это не однобокое решение. Нет, это не однобокое решение. У нас есть также в университете. У нас есть повышенная академическая стипендия, которая в размере 14 тысяч рублей в месяц платит студенту при условии, что в первую очередь он должен в 2 сессии закрыть на отлично. И он должен участвовать активным образом в жизни факультета, приобретать, танцевать, социальной работой заниматься и так далее. Но это вторично. Первично он должен учиться на отлично. Тем не менее, в образовательном учреждении существует план по учебной части и план по воспитательной части. Вот когда мы разделяем эти два понятия, тогда у нас возникает, на мой взгляд, пропасть. Почему? Они не могут быть образований без воспитания. Без воспитания, да. Мы должны эти вещи объединять, безусловно. Они объединены. Они объединены. Сейчас позиция, на мой взгляд, она немножко разъединяется. У нас есть основа государственной политики по патриотическому воспитанию. Такой документ принят в 2025 году, где регламентируется воспитательная деятельность в образовательных учреждениях. В том числе это и вовлечение родителей в этот процесс, в том числе это и, правильно сказать, стимулирование работы в направлении воспитания именно с точки зрения администрации образовательных учреждений. Поэтому эти механизмы нужно разрабатывать, это на данный момент необходимое. Поэтому Антон зафиксировал проблему, я еще раз говорю, проблему озвучиваю я таким образом. Осуществить поддержку, или там, систему поддержки молодежи, участников общественных организаций. Разработать. Такое воздействие мотивации. В том, что... Да, то ли вытянут. Не вытянут сказать это. Вы говорили о мотивации.